здравствуйте меня зовут татьяна курлович мы с вами на канале про цветок сегодня я вам расскажу о том как подкислять почву в этом отношении очень много вопросов возникает потому что сейчас многие увлекаются ягодными растениями семейства брусничных вересковыми декоративными а эти растения все любят именно кислую почву но здесь следует отметить еще что почва бывает разной степени кислая есть слабо кислая это близкая к нейтральной ph которая где-то шестерка есть средне кислая это и ph4 5 и сильно кислая так вот для всех вересковых нужна именно средне кислая просто кислая это еще не значит что она как раз хороша и достаточно подходящая для ваших растений при ph6 вересковые всей брусничной уже страдают им именно нужен вот этот диапазон от 4 до 5 ну плюс минус там еще может быть 0 5 единиц это пороговое значение сильно кислая почва тоже плохо слабо кислая тоже плохо ну а вот такая золотая серединка это как раз то что нужно что нужно делать если у вас почва на участке не подходит для этих растений но прежде всего подготовить субстрат вода и воздухопроницаемый ну это торф смесь торфа с песком с хвоей с опилками может быть даже с перепревшей соломой но не факт что вот именно такой подготовленный субстрат у вас будет кислым долгое время первоначально он может как раз соответствовать условиям нужным для данных вот растений но через какое-то время вы поливаете его растение и этот участок своей водой а вода может иметь тоже разную степень кислотности и вот в результате постоянного полива водой с нейтральной реакции или слабо кислой участок ваш будет раскисляться потом почва это буферная система то есть она имеет свойство восстанавливать свои первоначальные характеристики то есть если у вас вот вокруг вашего участка почва допустим слабо кислая или даже нейтральная то постепенно раствор почвенный который находится вокруг вот этого участка он будет проникать подготовленный вами грунт и его постепенно приводить в то состояние которое вот имеется вот на вашем участке для того чтобы ваши растения не страдали от получения того что создаются неблагоприятные для них условия почву необходимо регулярно подкислять естественно без фанатизма так чтобы растения тоже не страдали уже от сильно кислой почвы но все-таки создавать условия вот оптимальные для этих растений что для этого можно использовать но самое простое у каждой хозяйки на кухне есть лимонная кислота у каждой есть вот обычный спиртовой 9 процентный уксус можно использовать вот эти кислоты органические и поддерживать ph вашего участка в нужном состоянии но вот такой к такой кислоты как лимонная ее нужно где-то примерно чайная ложка на три литра воды разбавляете и поливаете этими тремя литрами где-то примерно метр квадратных своих своих посадок либо если у вас растет большая голубика кусты уже здоровые значит эти три литра используете на полив почвы вокруг куста уксусную кислоту именно 9 процентную потому что есть еще уксусная эссенция концентрация уксуса в которой гораздо выше чем здесь и если вы размешаете столько эссенции сколько и 9 процентного уксуса то вы просто можете сжечь корни своим растениям поэтому относитесь очень осторожно и смотрите сколько же все таки процентов уксуса в вашем вашем этом растворе купленном вами это 9 процентный или гораздо более высокой концентрации так вот 9 процентов уксуса достаточно где-то примерно 100 граммов или 100 миллилитров на 10 литровое ведро воды и тоже поливаете примерно вот этим ведром там ну два-три метра квадратных как часто поливать а это все зависит от того насколько быстро раскисляется ваша почва если у вас реакция среды близка к нейтральной и вода может быть слабо щелочная даже быстрое раскисление значит это полив производится где-то раз в 10 дней если у вас почва слабо кислые и вода тоже имеют близкую к шестерке реакцию там или даже к пятерке то это может быть необходимость подкислений раз в месяц а может быть даже и режет то есть пару раз за лето но кроме вот этих двух кислот можно использовать и другие варианты в частности неплохой вариант не самый конечно удачный это использование именно электролита для кислотных аккумуляторов дело в том что все вересковые они любят сульфатные формы удобрений то есть удобрения которые содержат остаток серной кислоты так вот электролит это и есть серная кислота только разбавленная она не такая опасная как концентрированная можно ею пользоваться но тоже у с очень большой осторожностью и здесь все-таки желательно проверить сколько нужно этой кислоты для вашего для вашей воды ну для того чтобы проверить это вам проще всего купить есть магазинах ph-тестеры бумажные то есть вы берете там допустим литр воды и добавляете по миллилитру электролит размешиваете и вот с помощью этого тестера следите когда вы сможете довести ph вашего раствора до где-то четверки или тройки и вот уже таким раствором можно поливать где-то ну раз в 10 дней раз в неделю вы считал сколько нужно электролита на вашу именно воду вы в дальнейшем уже можете использовать не проверяя с помощью тестера раствор вы уже знаете какой вы получили потому что в зависимости от ph воды количество электролита нужно добавлять разное кому-то больше кому-то меньше концентрированную серную кислоту конечно если у вас есть опыт и вы знаете как и пользоваться можно использовать но здесь уже нужно работать не с даже не с миллилитрами а с каплями и очень осторожно потому что вещество сами понимаете очень опасное хотя в настоящее время существуют уже и выпускаемые промышленные подкислители это пикса это пикацит это тот же калий монофосфат то есть вы можете использовать и эти вещества к ним прилагается инструкция то есть можно просто купить готовый подкислитель разводить его в нужной концентрации и поливать без особого опасения потому что ну тот же электролит серная кислота то есть там серно-кислый остаток серо нужна вереском еще и как элемент минерального питания но тем не менее эта кислота она все-таки действует очень жестко и и превышение концентрации в воде может оказаться и отрицательное влияние поэтому здесь все-таки будьте поосторожнее ну и садоводы любители еще придумывает свои способы то есть кто-то использует яблоки кто-то там еще какие-то кислые продукты в принципе это тоже можно применять есть продажа у нас и яблочная кислота есть вот уксус здесь у нас спиртовой а есть яблочный уксус просто даже яблоки бросают но я бы все таки чисто вот использовать сами яблоки не советовала потому что ну на плодах и сами понимаете есть паразитические грибы есть насекомые которые вы можете принести на ваш участок и им там понравится они могут кушать и ваши растения поэтому используя именно сами яблоки все-таки не торопитесь этого делать лучше использовать яблочный жмых уже перебродивший то есть там уже эти грибы фактически уничтожены паразитические будут поэтому не используйте вот сырые свежие такие продукты не потому что можете заразить свою почву патогенными микроорганизмами так в принципе вот отжатый сок перебродивший жмых можно использовать для подкисления на дачном участке и яблоки там и другие вот кислые овощи фрукты которые у вас растут и у вас они в избытке не знаете куда девать можно использовать использовать их как удобрение и подкислитель для ваших вересковых и брусничных растений удачи вам и успехов в выращивании ягодных культур семейства брусничные и декоративных вересков удачи вам